В центре внимания судьба российского авиалайнера. На борту 224 человека. С ним потеряна связь в районе Синайского полуострова. До сих пор непонятно, разбился или уцелел. В зале ожидания тяжело абсолютно всем, особенно родственникам и близким пассажиров борта 92-68. Они до конца не могут поверить в произошедшее и надеяться только на одно, на чудо. Мы хотим, чтобы сказать, что есть выжившие, конечно, и моя дочь в том числе. Вы верите все еще? Конечно, верю. Не жду. Уже, наверное, приходится надеяться, что он где-то экстренную посадку совершил. Но, если честно, просто слышал об этом всем где-то, как-то. Самущество не верится вообще, что это со мной происходит. Это ад. Это день длиною в год. Олег, привет. Да, привет, Лена. Мы разговариваем с тобой по довольно грустному поводу, это мягко говоря. Скажи, пожалуйста, сколько прошло лет с момента гибели твоей семьи? Ну, почти 8 лет уже. Значит, они летели в самолете из Египта? Да, все верно. Летели из самолета дочь, сын, жена и бабушки, получается. Мама, получается, моей супруги и бабушка. Мама, у него коты не сведет, а как у меня. Деловуха. Кисулик, привет. Где джоник? Нет, ты тогда говори не кисулик, ты говори папа. Папа. Да, скажи, папа, я соскучился. Я соскучился, папа. Соскуча. Мы соскучились по тебе очень. Соскуча. И сейчас известно, что там именно случилось? Основная версия, которую муссируют в СМИ, это, естественно, теракт. Эту версию подтвердил наш следственный комитет. Специалисты ФСБ исследовали все личные вещи, багаж пассажиров и обломки лайнера, на которых были найдены следы взрывчатого вещества иностранного производства. В результате расследования установлено, что на борту самолета сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Правоохранительные органы России принимают все меры по розыску лиц, причастных к этому теракту. За информацию о них объявлено вознаграждение в 50 миллионов долларов. Также Владимир Путин приказал усилить удары российских ВВС по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии. Было много расследований, в том числе на всяких просторах интернета. Эксперты убеждены, что авиакатастрофа произошла из-за взрывной разгерметизации салона. Коммерсант выдвинул как минимум три версии, из-за чего такое могло произойти. Например, трещина в несущих конструкциях самолета. В 2001 году разбившийся аэробус ударился о полосу хвостовой частью при посадке в аэропорту Каира. Борт тогда эксплуатировали в Египте. Все дефекты, конечно, устранили. Однако не исключено, что при ремонте могли что-то недоглядеть. После субботней трагедии хвост самолета нашли в 8 километрах от борта. Мы не знаем, что произошло. Мы будем ждать официальной версии, потому что у нас нет предпосылок, у нас исправный борт, у нас опытная команда, у нас уважаемый пилот с большим налетом. То есть мы не знаем. Этот самолет соответствует всем нормам, необходимым для выполнения полетов. Была версия, что лайнер могли сбить террористы, с которыми египетские военные борются на Синайском полуострове. Ее официально опровергли сразу. У боевиков просто нет такого вооружения, которое способно сбивать самолеты на высоте 10 тысяч метров. Но эксперты не исключают. Небольшой взрыв мог произойти внутри салона. Борт он не разрушил, но даже маленькой пробоины достаточно, чтобы вызвать разгерметизацию салона. Ну и третья версия. Разгерметизацию салона мог вызвать неисправный двигатель. Если разрушается турбина, оторвавшиеся от нее лопасти, по словам специалистов, влетают наружу с огромной скоростью. Двигаются они в одной плоскости и буквально режут крыло и фюзеляж лайнера, как диск пилы болгарки. Ну а версия основная теракт. Взрыв. Убийство. Сверху он как большое черное пятно. Лишь по контурам крыльев можно понять, что это самолет. Загорелся на земле. Версия. Но уже бесспорный факт. На части аэробус начал разваливаться еще в воздухе. Фрагменты самолета находятся очень далеко друг от друга. Расстояние порой достигает свыше 5 километров. Именно поэтому между точками мы передвигаемся на машине. Еще один фактор, почему мы пользуемся транспортом, это безопасность. Север-Синая территория, где активны отряды вооруженных радикалов-мусульман. Поэтому нас везде сопровождает вооруженная охрана правительственной армии. А как ты об этом узнал? Можешь рассказать в деталях? Что ты делал? Где ты был? Я помню все в мельчайших подробностях, потому что это был стресс очень сильный, поэтому я помню все в деталях. Я планировал встречать свою супругу. Ехать хотел на ее машине, которая стояла внизу, припаркованная с детскими креслами. Спустился вниз и перебрасывал одно детское кресло в ее автомобиль из другого автомобиля из моего. В этот момент мне позвонил мой тесть, сказал, что самолет пропал с радаров. Я уже в тот момент понял, что что-то произошло серьезное. Искаженные болью, заплаканные лица, сильный запах валерьянки. С момента, как узнали о катастрофе, прошло уже несколько часов, но никто не расходится. Полет из Шерм-Аль-Шейха должен был приземлиться в Петербурге около полудня. Кто-то узнал о беде, когда приехал в аэропорт, как этот мужчина с цветами. Кто-то еще дома из новостей. Я не знаю, самолет исчез с радаров. Ничего не говорят, абсолютно. Кого вы ждете? Племянец ума. Поставил детское кресло обратно в свой автомобиль, не переставлял даже его в ту машину, на которой планировал ехать в аэропорт. Позвонил своему лучшему другу, попросил его сесть за руль, приехать, потому что я не мог вести автомобиль. Самолет, говорит, пропал с радаров. Я, говорит, вообще не понимаю, что происходит, забери меня. И вот мы с ним на полпути встретились, он сел ко мне в машину. И вот там первые месяц или полтора, мы там 24 часа в сутки были с Олегом. Он приехал, я на автопилоте доехал до Пукова. Там все собрались на стойке информации. Начали задавать кучу вопросов. Первая минута, оглушенные трагедии, люди не понимают, что происходит. Сколько времени уже ожидают? А что, он должен спускаться? В 11 суток нам сказали, посадка. Вчера ребенок звонил, с семьей отдыхал. Там сын с дочкой и с женой. Сколько дочек? Дочке 10 месяцев, внучке. Нас перенаправили в какое-то общее помещение всех родственников. Начались какие-то странные разговоры о том, что слышны были там. Кто-то записал, зафиксировал крики. Субтитры создавал DimaTorzok Погибли там, якобы живые есть. Остались люди, там детские голоса. Начали муссировать вот эту историю, что якобы еще живы. Вот. Но по истечении времени мы все понимали, что все очень плохо. Встречающие, прохождите, пожалуйста, за мужчину в животной жилетке. Не надо, пожалуйста. Не надо, что-то толкать. Не надо, что-то толкать людей. Родных и близких пассажиров перевозят в гостиницу неподалеку от аэропорта. Люди заполняют бумаги, указывают свои данные и данные тех, кого они встречали. Наиль ждал жену. И уже с ночи мучился плохими предчувствиями. А в 6 утра она мне СМС послала, что или в 5.30, что я иду на посадку. Все с Богом. Вот сейчас сына вызвал, что ДНК дал. В ближайшее время родственники должны пройти ряд процедур. Выражаясь медицинским языком, у них возьмут генетический материал. Это нужно для опознания. С близкими пассажиров работают психологи. Порядка 50 человек. Дальше я помню, что когда подтвердили, что самолет разбился, я помню, что меня посадил друг мой в машину. А куда мы дальше поехали, я его не помню уже, естественно. А дальше все как в тумане. И первый месяц он вообще как в тумане. Несколько фур и машин сопровождения из питерского аэропорта Пулково вывозят тела жертв крушения аэробуса А321. В этих грузовиках останки 140 человек. В Россию тела погибших рано утром доставил спецборд МЧС. Из египетской столицы Ил-76 вылетел около полуночи. Большинство жертв крушения – жители Санкт-Петербурга и области. С родственниками и близкими погибших работают психологи. К специалистам уже обратились больше трех сотен человек. Накануне местные власти сообщили, что все подготовили к процедуре опознания. Слушай, прости, пожалуйста, может быть вопросы будут какими-то болезненными. Ты мне сразу говори, нашли ли их тела? Слушайте, я ездил в морг на опознание. Это, наверное, момент такой в жизни, который я запомню тоже в мельчайших подробностях. Потому что там мужики выходили, их под ручку выводили, потому что не могли стоять на ногах сами. То есть мы проходили дознавание в морге, и мне нужно было по огромному количеству фотографий. Ну, я думаю, объяснять, что за фотографии там были не нужно. Определить, есть ли среди фотографий части тела, принадлежащих моим родственникам. Потом, значит, заводили в морг, непосредственно показывали части тела. Ну и, собственно говоря, удалось идентифицировать несколько останков, принадлежащих моим детям и супруге. Первые выводы после осмотра тел судмедэксперты уже сделали. Согласно им, пассажиры аэробуса погибли из-за ожогов, тупых травм и разрывов внутренних органов. На экспертизу доставили тела 140 пассажиров. Еще как минимум один рейс запланирован сегодня из Каира. Были похороны? Ну, в смысле, были похороны. Конечно, были в морском соборе в Кронштадте отпевания. Похороны на Горском кладбище в Санкт-Петербурге. Вот мы приехали в собор, ни разу не была в Кронштадтском этом соборе. Мы приехали, было очень-очень много людей, ну, действительно, ну, все наши знакомые, кто знал, там, даже тех я многих и не знала сама лично. Стояли еще, как бы, эти столы для грабов, то есть в пустом зале, типа, ну, вот. И когда уже начали, как бы, ну, выносить, ну, вот, что там, тогда уже, ну, окончательно, как бы, я для себя, ну, тогда уже окончательно поняла, что да, все. Это такой конец, как ты видишь, это шок. Особенно, особенно маленькие. Дальше там, все. Ну, все дальше было, как прошло. Какие-то вещи уцелели, телефон может быть. Кольцо помолвочное уцелело, но, представляешь, такой, видимо, был сильный взрыв, что даже бриллиант, вот, который под огранкой был, он разлетелся. Что же касается самих поисков, то мы вместе с спасателями прошли уже примерно 5 километров в поисках каких-либо деталей, вещей. Здесь до спасателей уже активно поработали местные молодеры, потому что практически ценные вещи собраны, и это видно, потому что здесь есть такие колени небольшие, по которым можно определить, где проезжали машины. Ну, меня единственный момент поразил, через месяцев, наверное, а, какой через месяцев, через пару лет меня вызвали в Следственный комитет. Дали мне вот такой мешочек, в этом мешочке, значит, были несколько вещей, и какой-то баллончик такой маленький, странный. Я сначала не придал этому значения, все думал, что это за баллончик такой странный, и приехал домой, соответственно, начал гуглить, что за баллончики устанавливаются на спасательных жилетах. Мне в Следственном комитете следователь сказал, что этот баллончик был в руке. Он был там с кольцом помолвочным, не помолвочным, а обручальным. Вот, и, соответственно, я начал гуглить и увидел, что на спасательных жилетах точно такие же баллончики. Соответственно, я думаю, что не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что им пришлось доставать спасательные жилеты. И это немножко не вяжется с той версией, которую все озвучивают. Что произошло все очень быстро, там, в течение 30 секунд. Вот, это был для меня достаточно сильный такой удар. Я, на самом деле, никому об этом, кроме совсем-совсем близких людей, не рассказывал. Вот, решил тебе рассказать об этом моменте. На территории почти в 20 квадратных километров, которую обследуют египетские и российские спасатели, каждый день новые находки. Вот хвост, а вот носовая часть лайнера. Они упали на землю на огромном расстоянии друг от друга. Уже найдено 12 крупных фрагментов самолета. Все они будут вывезены из пустыни, а затем эксперты соберут их в единый макет. Это поможет понять, от чего произошла катастрофа. То есть, самолет условно падал дольше, исходя из этого факта? Я говорю, мне страшно даже говорить об этой ситуации вслух, даже допускать такой момент. Но если этот баллончик находился в руке моей любимой жены, то, соответственно, я могу сделать выводы, то у них было время достать этот спасательный жилет и, как минимум, воспользоваться. Я не думаю, что они бы уложились в 30 секунд. Потому что вряд ли в детской игрушке, если у меня супруга держала детей на руках или около, могла быть эта штука, в принципе, где-то. Странно, что ее следственный комитет мне вообще вернул. По всей стране приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Лайнер компании «Когалым Авиа», летевший из Шарма-Шейха в Санкт-Петербург, разбился через 23 минуты после взлета. Что ты помнишь про первые дни после катастрофы? Ой, Лен, признаюсь честно, я хотел... Ну, одна из миссий, мне кажется, нашего интервью – помочь людям, когда они находятся в такой ситуации. Я вот хочу дать точно совет – ни в коем случае не употреблять алкоголь. Потому что это была очень серьезная моя ошибка. Я цеплялся за абсолютно все возможные ниточки, которые способны каким-то образом седативно влиять на мою голову, за исключением запрещенных веществ. И пользовался всем, чем возможно. То есть я пил водку бутылками и пил различные транквилизаторы, что меня просто вырубало. Первый месяц вообще не спал. Мы так с друзьями решили, что мы его 24 часа в сутки, всегда все время был кто-то с ним рядом. То есть мы его одного вообще не оставляли ни на минуту. А спал он только, съев две таблетки от Аракса, ну вот, или выпив какое-то количество водки. Он настолько был изнутри уничтожен, что у него не было эмоций. Не было эмоций. Это был пустой взгляд. Потерянного человека. К сожалению, это лишь оттягивало принятие ситуации и усугубляло, потому что мой организм был абсолютно незащищен, когда он был в похмелье. И лишь наслаивалась трагедия сверху и становилось хуже и хуже. Поэтому, если кто-то испытывает сильнейший стресс, я вас умоляю, никогда не прибегайте к алкоголю. Это только поставит вас на колени. Слушай, если говорить на простом языке, то ты пил и спал, пил и спал? Да, это было примерно две недели точно. Ко мне приехали мои ближайшие друзья, родственник. Мы остановились в квартире у моего близкого друга. Он спал буквально на соседней, ну, как-то там раскладной диван, он на соседней части дивана спал и следил за тем, чтобы у меня просто, ну, там, со мной ничего не случилось. А друг еще у меня приехал, он сейчас живет в Канаде, он мне привез банку протеина, потому что я просто ничего не ел. И я бросал курить, то есть я курил когда-то очень много и бросил курить на долгие-долгие годы. И вот когда это случилось, я стал курить сигареты. Я помню, что я пил водку, курил пачку сигарет в день и просто выключался. И так было, ну, точно недельки-две. У нас был чайничек такой, который подогревался постоянно. Мы за ночь могли выпить человек 5-6, ну, чайников 20 чайников. Все это в процессе диалога, обсуждения вот этой ситуации. Ну, обсуждать не могли, потому что в голове не укладывалось. Почему так? А может быть, не было в самолете? Может быть, просто они не сели, их там выкрали? Вот такие были размышления. Ты говорил, что ты не плакал. Почему? Понятия не имею. Ну, ты знаешь, я вот последние годы начал работать с психологом, именно осознанно с запросом, понимаешь, да? То есть не тогда, когда ты просто бежишь и ищешь какой-то инструмент, который тебе поможет, а когда ты уже более-менее понимаешь, что что происходит, вот, у тебя есть какой-то запрос. И как мне кажется, организм мой первые пару лет, он просто был, знаешь, в каком-то режиме блокировки, что ли. То есть он блокировал всю стрессовую информацию, которая может меня к этому подтолкнуть. Я не осознавал, что происходит, если честно. То есть я вот только сейчас ловлю себя на мысли, что я могу расплакаться там и в моменте ловлю себя и останавливаю. Вот. Но, то есть я даже, когда отпевание было в храме, я стоял как вкупанный, я не понимал, что со мной происходит. У меня был огромный какой-то внутри камень, и я не мог себе позволить его вытащить наружу. Ну, то есть заглушка стояла, и я не мог понять, что это. То есть мне казалось, что это сила, а оказалось, что это не сила, а это просто какая-то серьезная форма патологии организма. Давай вернемся к началу вашей семейной жизни. Сколько вам было лет, когда вы познакомились? Мы познакомились 3 апреля 2010 года, соответственно, 13 лет назад. Мы практически ровесники с Марианой были. Познакомились совершенно случайно и влюбились друг в друга с первого дня и начали проводить вместе время, не расставались. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, У нее очень правильное воспитание. Мы когда познакомились, я был в компании достаточно обеспеченных молодых ребят. Ну, я рост всегда достаточно такой, в среде, как принято называть, золотая молодежь. У меня такие были состоятельные друзья все. Ну, вот, я когда с ней познакомился, я понятия не имел, кто у нее папа. Вот, я видел скромную девушку, которая носила сумку за раз, вот, тысячу рублей, там, за полторы. Одевалась очень скромно, никогда не придавала значения никаким цацкам. Вот, и... То есть, для меня это был шок, узнав, что она из обеспеченной семьи через какое-то время, и что она была меркантильной совершенно. Она, когда я подарил сумку Биркин, первое, что она сказала, зачем ты потратил столько денег. То есть, я эту сумку ждал там достаточно долго, заказал ей на день рождения. Вот, первое, что она сказала, когда сидел мой друг Гриша, вот, приехал курьер с коробкой, со всеми делами, она открывает, и первое, что она говорит, зачем ты потратил столько денег. Это был для меня самый лучший комплимент. То есть, миллион женщин бы прыгали от счастья на шее, понимаешь? А человек, он настолько был, понимал, каким трудом мне доставались деньги. Солик, а это послание тебе. Я по тебе очень соскучилась. Очень хочу тебя обнять, так прижать. А вот это Митюша. Сидит тут на полу играет, раскидывает игрушечки. Скажи папочке, папа, привет! Привет, папа! Скажи, папочка, спокойной ночи! Пока, папа! Привет, папа! Пока, папа! Ну, это пока все, что мы умеем говорить. Спокойной ночи! Насколько вы осознанно хотели детей? Честно, ну, в связи с тем, что я еще анализирую ситуацию с высоты прожитых лет, понимая, что я был совершенно ребенком, во всех смыслах этого слова. Конечно, мне тогда казалось, что я очень взрослый дядя, способен обеспечить свою семью и сделать все правильно, но я не думал о будущем. Мы просто жили и радовались жизни. И нам было кайфово. И когда Марьяна узнала, что она беременна, нас это... Меня точно нисколечко не испугало. И ее тоже. Дай яблоко. Ну, дай. Поделись с папой. Поделись с папой. Дай папе яблочко. Дай, доченька, дай яблочко. Ты же только что делилась. Снимай. Какое яблоко. Дай папе. Дай папе тоже яблочко. Дай. Какая вкуснятина. Мэ, уронили. Первая беременность Марьяны была замершая? Если я правильно помню. Да, я просто не очень хотел это озвучивать сам, но если ты уже вспомнила, то да, она была замершая. Через какое-то время у нас получилось завести дочку, а потом у нас родился сын. Я вот сижу отдыхаю. Молышки сидят, играют. Тоже что-то подупахались сегодня. Хочешь, тебе наш вид покажу из окна? Сейчас. Смотри, какие у нас тут деревицы. Так все пахнет, так сосной прям. В общем, красота. Ты же бизнесмен, предприниматель. Это означает, что, наверное, у тебя не было много времени проводить с детьми. Или наоборот. Вот как у вас распределялись, не люблю это слово, но давай скажем, обязанности. У нас вообще не было никаких договоренностей. Мы не садились, не разбирали никогда, кто сколько времени уделяет детям, кто гуляет с ними, кто их кормит. Если нужно было кормить, я вставал ночью, кормил. Шашлык? Это курица? Да, курица. Вкусно, да? А картошечку? Ты хороший мой котик. Ты мой котик. Ай-ням-ням-ням. Вкусно? Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Курица. Если нужно было гулять, я шел гулять. Алекса? Алекса? Довольна? Ехать замечательно. На плечах напатиных. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. То есть любое свободное время, которое у меня было, я уделял своим детям и жене. Мы на самом деле постоянно проводили время вместе свободное. У нас не было такого, что я куда-то уходил тусоваться с друзьями, а Марианна была с детьми. Это просто исключено. Требко держи шарик. С днем рождения, Митенька. С днем рождения тебя. Митя, загадай желание и задуй свечку. Еще раз. Ой-ой. Коток носом-то не кнули. Давай еще раз. Дуй, дуй сильно. Сильно. Еще раз. Малая слава. Митя, дуй. С днем рождения тебя. Саша, ну елки-палки. Вот, соответственно, мы всегда... Я достаточно семейный человек. Ну, считаю себя таковым. То есть мне хорошо с любимым человеком. Вот, и не нуждаюсь в каких-то дополнительных экскурсиях куда-то. Ну, вот, соответственно, мне было кайфово со своими детьми. С женой мы постоянно куда-то ходили, гуляли, ездили, что-то чем-то занимались. Алекса нашла лягушку. Алекса нашла лягушку. Где? Вон. Где лягушка? Вон она. Вон она. В канале у нас лягушка, оказывается, живет. Короче, у нас кайфово тут. Ты-ри-ты-ты. Ну, естественно, когда мне нужно было на работу, Марьяна знала, что я за совсем маленькие деньги пытаюсь содержать нашу семью. Ездил на работу к 8-9 утра. Вот. И она лишний раз старалась не беспокоить. Уходила в дальнюю комнату, закрывала двери. И, соответственно, чтобы меня никто не будил, я там спал в берушек, просыпался, я на работу приезжал. Первое, что я делал, это садился кушать и занимался со своими детьми. Теперь я тебе, да? Да. Да. Бум! Давай еще раз. Бум! Если вы куда-то ездили, вы брали детей с собой? Конечно. Да, конечно. Нет, но когда бабушки нас по, так скажем, выручали на какое-то мероприятие, нам, допустим, приглашали на дне рождения без детей, то, естественно, бабушки с удовольствием брали там внуков, и мы ездили спокойно отдыхать с Марианной. То есть у нас не было такого, чтобы мы были зациклены на детях. Помощник дедушки какой! Бабушки нам помогали и проводили очень много времени с ними. Спасибо им большое за это. Субтитры создавал DimaTorzok У нас, кстати, было такое правило одно в семье. С Марианной, вот единственное, о чем мы договорились, это чтобы не происходило, мы в 9 часов вечера всегда клали детей спать. То есть это закон. Чтобы у нас была возможность проводить время вместе. Вот с 9 часов вечера до того момента, пока мы засыпали, это было наше законное время. То есть если я прихожу с работы в 19.00, вот 2 часа мы занимаемся детьми, и детки ложатся спать, а потом мы проводим время вместе. И мы так делали всегда. У нас, по-моему, по пальцам посчитать на одной руке, сколько раз мы сбивали режим. Не было такого. А что вы делали? Что ты имеешь в виду? Не знаю, сериал смотрели, книжки вслух читали, не знаю. Что делают влюбленные пары? Смотрят сериал, наслаждаются временем друг с другом. Мы молодые были, Лен. Нам было хорошо вместе. Ну, сколько вам было лет? Ну, получается 26-27, там, вот в этот возраст, 25. А сколько тебе сейчас? 38. Ну, ты тоже молодой. В принципе, совершенно. Понятно, но относительно того зеленого возраста, я считаю себя уже взрослым дядей. Хотя, наверное, может быть, в 50-е буду вспоминать это интервью и думаю, что я тоже еще был совсем зеленый. А Митя, почему не идет купаться? Не хочу купаться. Не хочешь купаться? Иди ножки помочи скорее, и ракушки маме найди. Нет. Ты так и будешь рядом со мной стоять? Нет. Скажи, а вы какой-то методике воспитания придерживались? Слушай, нет, Марьяна потрясающе воспитана. За это огромное уважение ее родителям. Я считаю, что у меня родители тоже неплохо воспитали. И сами у меня родители образованные достаточно люди. Как-то, знаешь, не было какого-то дефицита в этом моменте. Мы не читали какие-то там Монте-Сори, насколько я знаю, есть система там. Прочее, прочее, прочее. То есть у нас дочка читала стихи в три года. И пришла... И пришла Кайболита Барбос. Лиса. Лиса. Ой, меня кушала сарк. И пришел Кайболита... Кайболиту Альбос. К нему кольца вкрынула в нос. Только не плюнула, а клюнула. Нет, плюнула. И прибежала зайчиха. И закричала. Ай-яй. Мой зайчик попал... Траваай. Мой зайчик попал по травай. Он бежал по дорожке, ему плезло ножки. Теперь он больной и хромой. Разговаривали, играли. Не было никаких вообще сложных моментов. Опять же, ты же сама мать. Ты понимаешь, что уложить ребенка это достаточно нелегкое. Это правда. Книжку тут читают. Какая книжка интересная. Пипикалка там есть, да, мама? Вот. Наша первая книжка. Черная, белая, красная. Внимательно Саша смотрит. Смотрит. Страницы переворачивает. А что же Сашечка там видит-то? Саша видит аленький цветочек. О, боже, коровка-то. Ай, как интересно. Вот. И если у нас дети, особенно дочь у меня, она была просто гиперактивным ребенком. И песеный код. Алекса, ты кто? Я киска. Я... Ну, кто ты? Кто ты? Алекса, ты покажи, как киски пьем. Я киска. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. И если она умудрялась 9 часов засыпать, соответственно, у нас получалось неплохо воспитывать детей, мне кажется. Алекса, покажи, как ты любишь Митю. У меня у тебя получается. Маму, не правда? Я надеюсь, что... А Митя похожа не очень. Митя, а ты как Алексу любишь? Митя, как Алексу любит? Митя, как братик и сестренка друг друга любят. Насколько они были разные по характеру? Алекса и Митя? Они вообще были противоположности. Дочь была очень открыта в этом миру. Ты моя зелочка. Она была таким пылесосом всего интересного, что вокруг происходит. То есть она откуда-то брала информацию. Мы сами не понимали, как будто она из космоса и подгружается. Один. Давай, и теперь до десяти. Десять долек у нас, да? Давай, до десяти считаем. Один. Два. Два. Ну не разговаривай ты! Ну хорошо, давай дальше. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Опять же повторюсь, три годика она спокойно читала стишки. Уже какие-то буквы понимала. Ну был очень-очень умная. Такая развивалась прям постоянно. А сын, он был такой себе на уме. Ну прям уже маленький мужичок. Знаешь, такой тихушник, скажем так. Что? Бабака. Бабака? Бабака там? Да. Скажи папочке, привет. Пупу. Привет скажи, а не Пупу. 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 Чего? Сейчас я покажу тебе фотографию. Я даже, наверное, понимаю, какой ты фотография говоришь. Да. Слушай, вообще один в один практически. Одуреть. У них темперамент разный, взгляд разный, абсолютно разный. Удивительно, насколько бывают разные характеры у детей и одних родителей. Олег, а он же от тигра спрятался. Где тигр-то? Не лягай, не лягай, не лягай. Ай, больно. Это ты мне сделал. Видите, это, это, это клетка. Это клетка. Вот сюда и хватитку надо посадить. По балкону. Е-е-е. Давай еще раз. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган. Уплывают в океан, в океан. Если бы ты охарактеризовал Мариану в нескольких словах, вот она была какой человек? Честный, добрый, сильный. Я уже упоминал, по-моему, в интервью этот момент. Мы когда обсуждали, ну, опять же, я уже опытный дядечка, и мне есть с чем сравнить. Я понимаю прекрасно, что женские качества, они абсолютно бывают разные. Невозможно найти идеального человека, чтобы он тебя устраивал во всем. Но вот я бы анализировал, ты знаешь, я в Мариане не видел минусов вообще. Ну, то есть, если ты меня вот сейчас просишь охарактеризовать ее тремя словами, мне этого мало. Я бы охарактеризовал сотнями слов, и они все были бы только положительные. Негативных слов в ее адрес я даже в подсознании в своем не могу вспомнить, понимаешь? Это честно. Это я могу поклясться. Какие-то серьезные решения мы принимали вместе тоже. Она у меня была таким тылом, понимаешь? Я приходил домой, я знал, что это мой дом. Я уходил из дома, я знал, что у меня есть семья. И это ощущение, которое дарило мне уверенность в будущем. Царица горы? Да. Вообще-то вы ссорились? Ну, конечно, ссорились. Мы были молодые, у нас у каждого была своя точка зрения. У нас у каждого был сильный характер. С сильными люди характерами, они, как правило, все равно, бывает, сталкиваются. Естественно, когда особенно по первости, мы бывало ссорились. Но мы очень быстро мирились. У нас как-то не было такого, что кто-то брал, уходил из дома, там, устраивал какие-то истерики, показывал, что это не было такого. Никто никого специально не терроризировал. Я тебя люблю. Мы тебя очень любим и ждем. Скажи, пожалуйста, а как так получилось, что вот в Египет они полетели без тебя? Я когда-то работал наемным сотрудником. И в какой-то момент я принялся решение, что я за эти копейки работать больше не хочу. И, соответственно, понял, что мне больше хочется чем-то заниматься своим. Но так как у меня было двое детей и жена, мне необходимо было крутиться, соответственно, в два раза больше. Не имея достаточно количества связей, ресурсов, богатых родителей и прочего, прочего, мне приходилось включать мозг и как-то искать варианта заработка. Я его нашел. И в тот момент, когда мама Марианны им подарила путевку... И она ее мамой, детям, а не женским коллективом с детьми решили поехать отдохнуть, погреться. Почему нет? Говори, самолет, самолет. Самолет, самолет. И возьми меня в полет. Самолет, самолет. И возьми самолет. И возьми меня в полет. Никак, самолет. Слушай, в 2015 году они же выходили, наверное, на связь с тобой по скайпу какому-нибудь. Я не помню, был ли ватсап в 2015 году, может быть, был. Слушай, мы постоянно с Марианной переписывались, и в этот же день, когда она погибла, она мне скинула фотографию из спортзала. То есть, она сначала ходила в спортзал, она очень следила за своей фигурой, занималась активно спортом. Скинула мне фотографию из спортзала, и когда села в самолет, написала мне сообщение, ну и, соответственно, все. Мы скоро приедем, да, Митюша, скажи, мы скоро приедем. Что за шпагат? Пузико у тебя, да? Ты покушал? Да. В общем, мы скоро пойдем читать сказку, Митя. У нас сегодня, кстати, прохладненько довольно-таки. Вот. Погодка уже сходит на нет, море уже прохладненькое, так что скоро вернемся. У тебя, прости за шаблонный вопрос, запечатлелось то последнее, что они тебе прислали? Вот эта фотография. Потому что текст, ну, они тексты, они стандартные. Люблю, целую, скучаю, скоро буду, скоро увидимся. А вот эта фотография, я ее помню, даже помню, в каком она была, купальнике. Я даже помню, что у нее полотенце на руке висело, представляешь? Цвет пола, помню, в спортзале. То есть, у меня, видимо, просто этот момент как-то отложился. Всем привет! Мы с Митей купаемся. У нас хорошая погода. Мы всех любимым обнимаем. Митя скажет, люблю тебя. Помаши ручкой. Пока! Пока увидимся! А как ты перестал пить и спать? Вот, когда они погибли? Слушай, у меня хорошие друзья. Мне повезло. Я с ними общаюсь уже более 20 лет. Это успешные, мудрые ребята. Так сложилось, что мы все развились примерно одинаково. В одном социуме у нас одни ценности. И я видел, что они меня поддерживают. Они мне объясняют, как мне лучше поступить. Я прислушался. Взял своего друга и улетел отдыхать к ним на юг. Олег надеялся, что станет лучше. Что он придаст земле, ему станет легче. Ну, все внутренние, наверное, надеялись, что придать земле Мариану. Мариану, Алексу, Митю. Станет мне как-то полегче. Не стало. Нисколько. Вообще нисколько. Потом еще через несколько месяцев я поехал в горы. И вот потихоньку-потихоньку начал жить какой-то, как мне казалось, нормальной жизнью. Но только потом я понимать начал, что она была просто, знаешь, как-то... Потому что нужно было. Взял. Вы что, придумали? Вы срезались тут? Да. Вы что, придумали? А где? Вы давай-ка улицы. У нас живая? Да. Ну, пить было для меня не вариант. Потому что я понимал, что мне стыдно просто, если на меня смотрят. Я был к нормализации. Ну, по крайней мере, да. Он был недеструктивный, понимаешь? То есть я себя не разрушал. Да, я был неадекватный. Да, я еще не понимал, что я творю. То есть я пытался пользоваться всеми благами цивилизации, которые не приносили увечья моему здоровью. Вот. Но пытался хвататься за все ниточки. Но я помню момент, и я до сих пор вот четко убедился в том, что это мне свойственно. Я не могу быть один. То есть я, например, вот у меня, моя девушка, если уезжает куда-то, я прошу приехать в мою маму и остаться в другой комнате, потому что я не могу спать один. То есть когда я в пустой квартире нахожусь, я не могу спать. А раньше мог? Не могу спать вот с момента трагедии. А до этого спал обычно? Конечно, конечно. То есть я не могу объяснение найти этому, и психологи не могут. Ну, вот банально я, чтобы мне просто хотя бы одному уснуть, мне нужно закрывать во все, ну, в спальную комнату дверь и длительно-длительное время смотреть какой-нибудь монотонный фильм для того, чтобы просто выключиться. Я один сериал, одну серию смотрел неделями. То есть я вот одну серию включаю, я смотрю ее минут сорок, меня выключает, я в четыре часа утра просыпаюсь, опять его включаю, потому что если мозг начнет какие-то активные действия, я не смогу спать. Ну, вот и так по кругу. Но если в квартире находится близкий человек, мама, вот, то я спокойно сплю. Вот и прямо сейчас так? Да, это прямо сейчас так происходит. Значит, ты сказал, что пользовался любыми благами цивилизации, которые не запрещены. Это что имеется в виду? Алкоголь. Ну, я пил, но не запойный человек я был. То есть я мог там просто напиться и уснуть. Общался с девушками, потому что, ты знаешь, как я этот не оправдывал момент, но, тем не менее, люди, которые меня осуждали, они приходили домой, их ждали люди, было тепло, а я приходил в пустую квартиру. Понимаешь? То есть я жил пять лет, приходил, меня ждал любимый человек, а в один прекрасный момент я пришел, зашел в пустую квартиру, в которой я переночевал одну ночь, или даже, по-моему, не ночевал, я уже не помню, и увидел, что я просто не могу там физически находиться, и я пошел, снял другую квартиру и там, ну, ночевал. Поэтому люди, когда меня осуждали, что я начал общаться с другими девушками, им, наверное, просто стоит проанализировать, как бы они поступили, если бы оказались на моем месте. Передай папе привет. Папа. Скажи папа привет. Привет, папа. Папа хочу. Что это были за девушки? Это просто были какие-то, ну, мимолетные знакомства или более-менее постоянное отношение? Еще раз, я только сейчас понимаю, что я не могу быть один, видишь, это с этим, видимо, связано. Плюс, видимо, какое-то замещение происходило, я не знаю. Мне хотелось какой-то тактильности, любви, теплоты там. То есть, это не было какое-то животное, понимаешь? Это было именно что-то такое другое, не могу объяснить. Я отлично понимаю, у меня были панические атаки, это несравнимая совершенно по тяжести вещь, хотя тоже неприятно. Мне тоже было невозможно оставаться наедине с собой, и мне даже приходилось ездить к тете на окраину Москвы, чтобы в однокомнатной квартире лечь в коридоре, лишь бы вокруг были люди. Я отлично это помню. Поэтому у меня был такой период, я понимаю, невозможность находиться с собой, потому что тогда навалится какой-то мрак, но это я про себя. Вот примерно похожая история, то есть, я просто не мог находиться долгое время один. И хотел как-то заместить эту ситуацию новыми отношениями, побыстрее найти любовь в других отношениях, понимаешь? То есть, это не значит, что я забыл там Риану, любовь к ней. Просто, ну, видимо, когда ты теряешь это чувство, ты начинаешь его искать во всех. Папа, привет! Мы сидим уже за столом, как взрослые, уже перед компьютером. Так что, скоро будем осваивать технику. Без уточнения, это была какая-то череда девушек или это были отношения? Сначала была череда, потом это были отношения, потом опять череда, потом опять отношения. А ты говоришь, что были осуждающие люди. Во-первых, как они узнавали, во-вторых, как они осуждали? Слушай, ну, так получилось, что пристальное внимание после трагедии ко мне было. У нас была группа памяти, я ее ввел, выставлял туда фотографии жены и деток. Это был наш общий аккаунт с Марьяной, назывался Винникс. Митя делает массаж маме. Ой, как хорошо, Митя молодец! О, тайский массаж! А мне? И я полетел в горы уже в январе, по-моему, Новый год. Мы были компанией, в компании были девушки. И, соответственно, по геолокации кто-то обнаружил эту историю, начал в интернете активно обсуждать. Вот. А 20... в конце января познакомился с девушкой, которая жила в Москве, и у меня с ней начался роман. Вот. Который достаточно длительное время продлился. А девушка была относительно популярна. Вот. И, как бы, все это дело в интернете активно обсуждали. Ну, поэтому приходилось терпеть эту всю ситуацию. Ну, я на самом деле понимаю реакцию людей, наверное, со стороны это именно так оказалось. А что писали? Слушай, разные писали. Подавляющее большинство людей все-таки понимало, почему это происходит. Но были люди, которые осуждали, они не понимали, как человек может взять и начать новые отношения спустя там несколько месяцев. Если отмотать время назад, я бы, наверное, поступил бы точно так же, но выбрал бы для этого другого человека и, наверное, более осознанно к этому вопросу бы подошел. Понимаешь? То есть, я бы, наверное, не транслировал какое-то время эти отношения. Хотя и тогда не была моя инициатива трансляции этих отношений. Я был тогда заложником в этой ситуации. Как это? Ну, это потому, что человек был медийный и невозможно было эту ситуацию скрыть. Понимаешь? То есть, не было у меня возможности скрыть эти отношения от публики. Как сказать, наши зрители, если мы какие-то создаем фигуры умолчания вдруг, они не ленятся пойти погуглить и, возможно, имеет смысл сказать конкретно, о ком мы говорим, тем более, что имя и медийность сразу же становится понятным, как только в поисковик задашь Олег Винник. Ну, слушай, ну, это был роман с Катей Жужжей. Такая была девчонка, есть она ввела дом 2, там снимала какие-то смешные вайны в Инстаграме. Вот мы с ней начали общаться. Это долго продлилось ваше отношение? Ну, длительное время мы общались, но это было так, знаешь, я каждые 2-3 недели прекращал эти отношения, то есть, там, постоянно мы друг друга недопонимали, ну, точнее, я четко понимал, что я с этим человеком просто на длительной дистанции не могу быть, это вообще не моя история, но что-то, видимо, меня тащило обратно, не могу объяснить, то есть, я был не в адекватном состоянии, только сейчас я понимаю, я некоторые вещи не хочу озвучивать в силу того, что просто нельзя, не очень по-мужски, поэтому я бы хотел вот так вот это все аккуратненько. Слушай, а какова судьба аккаунта Веникс, который был твой с Марианной вместе, совместный? Он есть этот аккаунт? Слушай, я его заблокировал, и у меня вообще до длительного времени не было аккаунта в этой социальной сети, я, соответственно, только в 2017 году завел совершенно другой аккаунт, а тот аккаунт, он просто пропал, потому что его не активировали долгое время. Там много ценного осталось? Я перед тем, как его заблокировать, скачал абсолютно все фотографии. Ценность подписчиков на тот момент для меня не играла роли и на сегодняшний день тоже. Там было порядка 50 или там 45 тысяч подписчиков. Нет, я не это имею в виду, я имею в виду семейный архив. Да, я про ценности все говорю. Фотографии я оттуда выкачал, другие ценности меня не интересуют. Я вылетала. Вылетела из-за угла и прямо Мите в лоб. У меня тут два орущих только что были ребенка, но у Мити вроде немного обошлось, у него крови нет. Митя, покажи свой лоб папе. Покажи свой лоб, как ты стукнулся об Алексеев носик. Покажи свой лоб. Ну, Митя более-менее. А Александра, у меня тут все в крови еще было. Вон, все в крови. У нас еще и второй на зри потекло. Очень надеюсь, что мы сейчас остановим кровотечение у Александреного носика. Тебе уже не так больно, доченька? Да, уже проходит носик? Боль. Болит еще носик? Да. Слушай, а там есть еще в каких-то заметках о тебе и где упоминается отношение, написано, что какая-то из девушек настояла на том, чтобы ты аккаунт уничтожил. И ты об этом сожалеешь. Да, было дело. Ну, вот это как раз вот эти отношения с Катей. Я вообще, я прошу прощения, я не знаю, кто это. Исключительно это имя мне известно только потому, что я готовлюсь к интервью. И оно, в общем, это имя как бы всплывает, когда я читаю про тебя. Я не в курсе совершенно. И поэтому вообще ничего не знаю. Меня интересует другое. Меня интересует вот этот момент. То есть, в твоих новых отношениях девушка хотела перекрыть с собой старый. Иначе что может сподвигнуть, просить, уничтожить семейный аккаунт, в котором погибшие люди? Лен, давай так скажу. Смотри, я просто вот сейчас, чтобы мы долго не обсуждали вокруг да около всю эту ситуацию, именно этих отношений, я объясню, что со мной происходило в тот момент. И тебе станет понятно, и зрителям станет понятно. Я был в абсолютно неадекватном состоянии. Мною могли манипулировать люди, которые имели доступ к моему физическому, эмоциональному состоянию. Меня в первый день знакомства представили своему ребенку. То есть, ты понимаешь, когда мужчину знакомят, который потерял семью с ребенком, происходит какая-то странная внутри головы у мужчины реакция. Я ее только сейчас начинаю спустя годы понимать, почему все это привело к этим отношениям. Понимаешь, да? То есть, человек мне в тот момент дал именно то, что я потерял, мне так казалось. Но я понимал, что это просто не мой человек, мы абсолютно разные. Но в тот момент я был не в адекватном состоянии и делал неадекватные вещи и, соответственно, вел себя не очень адекватно. Если бы в нынешней ситуации девушка мне сказала, что мне необходимо удалить аккаунт или необходимо сделать что-то, что для меня на тот момент ценно или имеет какой-то вес, я бы с этим человеком просто бы не общался. Но в тот момент я был в абсолютно неадекватном состоянии и мне было очень легко манипулировать и я был абсолютно таким вот прям человеком скажи пожалуйста ты сейчас женат нет я сейчас не женат но у меня был был второй брак с очень хорошей девушкой из европы вот в силу просто разного менталитета и многих таких моментов которые ну возраст опыт прочее прочее нам пришлось разойтись но она очень хорошая та девушка с которой ты сейчас как она выстраивается взаимодействие с твоей погибшей семьей это единственная девушка которую я возил на кладбище вот за почти восемь лет это единственный человек который был на кладбище со мной ну поверь мне для меня это очень много значит я верю если я сделал такой шаг значит я наверное единственный раз жизни уверен что все у меня будет нормально с этим человек значит она все делает правильно так как так как нужно потому что то время в основное время смотри мне тут я когда повторюсь готовлюсь к интервью значит читаю какую-то большую статью про пересказ какого-то твоего интервью и внизу значит по принципу похожей информации мне сайт выдает новость виталий колоев стал родителям двойни этот человек который чья семья погибла в авиакатастрофе из-за ошибки диспетчера который нашел и убил диспетчера ну и значит соответственно уже получается пережил этот момент как бы заплатил не свободой за этот поступок и сейчас так восстановился как бы получается ментально я не знаю как видно получается и заголовка что у него родилась двойня то есть как-то он начал очевидно новую жизнь ты видишь себя в таком похожем заголовки сейчас или нет я последние годы стал очень осознанным человеком то есть те многие вещи которые сейчас происходит в моей жизни очень сильно анализирует для того чтобы не допустить ошибки прошлого я хочу чтобы мои дети жили в счастливой семье чтобы минимизировать риски которые сыпятся внешних факторов и угроз прочее 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 я не очень хочу пока об этом думать потому что я не могу пока планировать живя в нашей стране что-то на два на три месяца вперед я наверное буду чувствовать себя не очень хорошо потому что я опять могу потерять своих детей у меня будет этот страх то есть я просто хочу пожить какое-то время наверное неправильно этот момент оттягиваю 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 потому постоянно что-то мешает пандемия то что сейчас происходит прочие факторы какие-то но у меня не пугает сам факт отцовства я могу как бы стать отцом я люблю детей я понимаю что я могу быть хорошим отцом я просто хочу чтобы это было безопасно для меня и для для них понимаешь но мир не будет безопасен я понимаю но я пока с этим борюсь внутри то есть я понимаю что это просто какой-то наверное предрассудок мой или просто какой-то страх триггер прошлого что вот есть вероятность вероятность есть даже в абсолютно гармонии но получить какой-то негатив но я пока над этим процессом вот как раз в данный момент времени ты меня интервью пригласила в тот момент когда что-то во мне формируется вот в этом в этом моменте слушай я тебя переспрошу как я тебя понимаю ты меня поправишь у меня сложилось ощущение что ты не хочешь детей чтобы их условно не потерять так точно ну да ты видишь абсолютно в точку да мы даже об этом говорим а у меня опять ком в горле значит правда алекс помогала собирать дрова чтобы мы потом жарили шашлыки да потому что я сказала что кто не собирает веточки то шашлыки не получает все пошла с детьми заниматься слушай а спортом ты раньше занимался или это тоже не так давно началось слушая на самом деле всегда старался быть форме вот естественно какие-то были паузы связаны там здоровьем там с личной жизнью когда прекращал заниматься спортом но спорт всегда был в моей жизни но фитнес единоборство то есть что-то такое всегда было блок блок я хочу что-то и пошел мой калфон во блока в каком-то смысле это поддерживает как-то любая деятельность которая создает какую-то активность в твоей жизни она тебя поддерживает потому что если ты переключаешься на любые вещи на спорт на работу на друзей на все что угодно это тебе идет на пользу если это не противоречит твоей совести если тебе становится хорошо от того что ты делаешь то это нужно делать потому что если ты будешь сидеть и думать об этой об этой ситуации жалеть себя искать виноватых пытаться каким-то образом задавать вопросы зачем я почему именно я заниматься какими-то вот такими ну каким-то вот этим самобичеванием то ну ты в какой-то момент станешь озлобленным на весь мир и тебе станет ничего не интересно у тебя будет одна миссия это жалеть себя находить оправдание своему бездействию и ты будешь жалко выглядеть в глазах своих близких и родных которые еще живы и которых уже нет я бы вот не хотел чтобы марьяна на меня с небес смотрела и видела что я допустим не знаю там за занимаюсь каким-то вот этим вот самобичеванием мне было бы молодец ты верующий получается конечно верующий но я не я не верю в каноны которые придуманы людьми не в какие но я верю в бога то есть когда ты говоришь что они на тебя смотрят с небес ты в принципе буквально в это веришь конечно сто процентов и ты знаешь я чувствую что они мне в каких-то моментах помогают я не могу это объяснить но я уверен что у меня очень мощные ангелы-хранители и они меня учат подсказывают одобряют не одобряют и показывают мне как нужно делать я это прям чувствую как ты летаешь спокойно какая логика тут если ты например в комнате не остаешься один потому что это очень сложно для тебя а летаешь ты спокойно как это объяснить логика простая я не могу оставаться в комнате в квартире в пустой с и высыпаться это связано с тем что я привык к тому что в моем доме всегда был детский смех и моя супруга и я пережил ту ситуацию в полнейшем одиночестве понимаешь и для меня триггер остаться одному в квартире то есть когда я остаюсь один в квартире не становится максимально некомфортно и у меня идет ассоциативный ряд стен с той ситуации я ничего не могу с этим поделать не работа с психологом мне не помогает ничего ну то есть возвращаться опять к тому с чего мы начинали когда выпивал бутылку водки вырубаться но это же не выход правильно соответственно пить какие-то транквилизаторы чтобы просто поспать тоже не очень правильно вот поэтому дай бог мои здоровья моей маме когда я стану бывает момент когда остаюсь один она приезжает в другую комнату и как бы а с самолетом здесь другая ситуация здесь произошло конкретное убийство понимаешь от убийства я не могу быть застрахован нигде это произошло просто с моей семьей в самолете самолет это просто место где произошло вот это безжалостное убийство и убили огромное количество людей пострадало очень много семей по это для меня самолета это не страх полета для меня салют самолет это место преступления этот стройный журавлиный клин словно замер на месте 224 кованой фигурки птиц широко расправленными крыльями это не просто символ вечного полета но еще и возвращение домой большие грациозные птицы и совсем маленькие журавлики один не похож на другого ведь авторы композиции даже не знакомы друг с другом это больше сотни кузнецов из россии израиля литвы эстонии и других государств воздушный образ в тяжелом металле это отражение полета души и силы характера тех кто потерял своих близких глядя на фотографии улыбчивых жизнерадостных родные сегодня плачут потеря пережить которую они пожалуй не смогут никогда в петербург этим рейсом летели целые семьи поэтому в руках некоторых не по одному же идею этой памятной акции мастерам предложила валерия лазарева в авиакатастрофе девушка потеряла родных образ парящей птицы говорит пришел ей буквально во сне я глядя на журавлей испытываю чувства трепетные и светлые скорее и вообще изначально моя задумка почему птица почему никаких там разломанных самолетов мне очень хочется чтобы сегодняшний день стал такой точкой когда горькое горе который вот этот ужас который мы все пережили стали началом светлой памяти слушай а если уж мы говорили сегодня про виталия коллоева у тебя не было какого-то желания возмездия я не говорю конкретно выраженного какого-то на вообще тебе приходили в голову такие мысли слушай но однажды я поймал себя на мысли что во мне нет какой-то злости к к этому миру знаешь вот если бы даже меня передо мной посадили человека который непосредственно поставил эту бомбу в самолет первое что я бы сделал его спросил бы зачем ты это сделал я бы сначала какое-то время пытался бы объяснить ему ту боль которую ну причинил всем людям которые потеряли там близких я бы не стал его физически как-то там наказывать до момента понятия замысла его именно то есть мне хочется понять первопричину этой ситуации я хочу понять зачем он это сделал почему кто был виноват и кто дал приказ и кто вообще от откуда ноги растут то есть я я прекрасно понимаю что это большая игра и я все прекрасно понимаю я вот с чего начал интервью это мой трамм и трагедия что я слишком маленькая пешка и ничего не могу сделать глупо на глупо наказывать руки исполнителя когда ты не можешь отрубить башку у тебя есть чувство вины за что-нибудь в отношении не семьи своей есть но я бы не отправил сына больного на отдых это первый момент папа мама где мама привет нету мамы да ну она скоро приедет да да ты скучился по маме да что да скучаешь да а где мама нету нету да ну она скоро приедет мама тебя любит ты второй момент я бы начал наверное раньше быть самостоятельным в плане работы ну видишь но не было опыта не было возраста не было много 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 чего не было винить себя за молодость за ошибки молодости но глупые наверное тоже такая себе история но если глобальном смысле то наверное какие-то такие ситуационные моменты да наверное бы многие исправил но я не могу не могу о них разговаривать потому что меня опять начинает туда выбрасывать вперед 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 нажимай она очень быстро я знаю что просто Митя угробит ее сразу если Алекса ее уже чуть не угробила давай назад блин аж страшно сидит тут управленец ну давай назад в какой момент ты обратился к психотерапии психотерапия которая была у меня вот близкий друг он взял инициативу в свои руки отправил меня к психотерапевту или психологу не помню уже очень какой-то крутой был специалист пока я находился в неадекватном состоянии единственный психотерапевт который мне был нужен это время никто мне не мог тогда помочь не я не родственники не психотерапевт мой организм не был готов к воспринимку к восприятию этого мира и к восприятию того что произошло я не понимал что со мной происходит вот сейчас работа с психологом она дает свои плоды очень быстро потому что прошло много времени я повзрослел на многие вещи открылись глаза многие моменты я переосмыслил я стал мудрее у меня пропала вот эта вот защита какая-то от всего я стал более восприимчив сентиментарен гибок мудр и работа с психологом она идет на пользу в тот момент я был ранен и неадекватен и мне ничего не помогало могло только навредить понимаешь так он украшен и и и и и и и То есть я никогда не думал, что я какой-то избранный в этом моменте, знаешь, там, нет. Я опять же говорю, это просто стечение обстоятельств, я никогда не анализировал, почему именно я. Я просто, опять же, вот, наверное, это банальная фраза, мы всегда думаем, что это с нами не произойдет, да? Я сейчас готов, Лен, вот вообще ко всему, понимаешь? То есть, если даже я увижу НЛО, Годзиллу, еще что-то, еще что-то, меня это уже не удивит, абсолютно. Ну, я удивлюсь, конечно, но это не будет такой прям шок для меня, страшный. Ты стал старше и мудрее, и этот... Как мне кажется, да. Невероятный трагический опыт. Вот, очевидно, как-то в тебе осел, и попробуй с нами поделиться, что ты понял. Вот к этому моменту, сейчас у нас что, конец февраля 2023 года, что ты понял, поделись с нами. Я понял, что любая трата времени – это ошибка. Нельзя избегать общения с своими любимыми людьми. Если у тебя есть возможность обнять своих детей, нужно снять, подойти и обнять. Если у тебя есть возможность сохранить отношения, их нужно сохранять, если ты уверен в человеке, его любишь. Я уверен, что любой созидательный процесс куда лучше деструктивного, то есть любое действие, которое создает положительную энергию, оно куда больше приведет тебя к каким-то счастливым моментам в жизни, нежели ты создаешь какие-то негативные эмоции, алкоголь, ссоры, пытаться найти виноватых. Все это деструктивный момент. Спорт, работа, друзья, общение здоровое. Что угодно. Нравится йога – занимайтесь йогой. Нравится ходить, плавать в бассейне – нужно плавать в бассейне. Нравится читать книги – читайте книги. Любая вещь, которая тебя куда-то развивает, дает тебе что-то новое, оно тебя спасет. А если ты будешь искать, разбираться в других негативных моментах, ты просто сядешь на колени и больше не встанешь. Либо будешь принимать жалость в свою сторону до момента, когда просто уйдешь в мир иной. И только пару человек, самых близких, будут о тебе вспоминать. А всем остальным будет на тебя насрать. Они придут потом в свои квартиры, будут смотреть свои сериалы, вспомнят о тебе и начнут пить чай. Поэтому абсолютно не важно, что о тебе думают другие люди, нужно брать и делать то, что тебе нравится. Слушай, Олег, а почему ты не позволяешь себя жалеть? Ой, это, наверное, от воспитания. Не, у меня папа и дед по папиной линии такие брутальные мужики, скажем так. И я помню, отец историю рассказывал, что когда он сломал руку, он боялся пойти домой, потому что дед его будет ругать, что он сломал руку. И у меня эта история как-то, знаешь, так засела. Ну, плюс я вырос на севере, вот, где было очень много различных таких пацанских всяких моментов. Ну, что-то такое нездоровое. То есть я понимаю, что это что-то нездоровое, но с этим ничего поделать не могу. Я не разбираюсь, просто я замечаю, что в разговоре ты каждый раз, как самое страшное, представляешь, что тебя будут жалеть. И это, типа, самое страшное, вот, что тебя кто-то будет жалеть. Я помню, помнишь, я тебе сказал, что я знаю, что на меня Марианна и мои дети, они мне помогают и смотрят. Я не хочу в их глазах выглядеть жалким. Не в плане жалеть, а в плане жалким. То есть я хочу быть предметом для гордости, понимаешь, чтобы они мной гордились. А если не получится? Пока получается. Мне так кажется, в моей парадигме жизни, в моих ценностях, вот в моей системе координат, мне кажется, что они могут мной гордиться. Ну, в данный момент времени. Я не говорю про тот момент времени, когда я был неадекватный. Мне за него искренне стыдно. По лесу идёт шишки. Песенка болёт. Вдруг упала. Сика. Прямо Мишке. Вот. Мишка рассердился. И ногою. Да. Молодец. Ура. Смотри, вот ты согласился на интервью, во время которого, очевидно, тебе бывает больно. Ради чего? Ради того, чтобы мы все помнили, что случилось тогда с этим самолетом, чтобы мы все до сих пор помнили, что мы не получили от Египта признание. У меня это терактом до сих пор. До сих пор Следственный комитет не дал никакого чёткого ответа. Виновные до сих пор не наказаны. Я до сих пор хочу, чтобы то обещание, которое наш президент нам дал, исполнилось. Найти и покарать. Я до сих пор верю, может быть, я наивный парень, но я верю, что когда-нибудь это должно произойти. Вот, если моё интервью кому-то из кабинетов напомнит об этом, я буду рад. Хочу ещё раз выразить свои соболезнования близким, родственникам погибших. Это огромная трагедия. И, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами. Хочу поблагодарить петербуржцев за такую реакцию, которую видит вся страна, всех жителей России за слова соболезнований и за сопереживания. Ты каким-то образом связывался с людьми, проживающими горе? Они выходили как-то на тебя, искали в тебе поддержки какой-то? Да. Много-много-много раз. Но я просто не хочу об этом говорить, чтобы это не выглядело какой-то бравадой. Есть люди, которые мне пишут в директ. Если меня что-то цепляет в этой истории, то я стараюсь людям помочь. Вот. Были моменты, когда я выходил на связь с людьми сам. Помогал. Ну, общался, объяснял, как нужно примерно себя вести, чтобы не попасть в ту ситуацию, в которую я попал. Ты человек, который спустя 8 лет, в день рождения каждого из троих, там, Мариана, Олекса или Митя, поздравляешь их с днем рождения? Будут делать всю свою жизнь, да. Ты с ними, получается, разговариваешь, если исходить из того текста, который ты пишешь под фотографиями? Конечно. Конечно, разговариваю. Ты понимаешь, я в обычной жизни, когда слышу какие-то грустные песни про детей, есть несколько треков, когда я еду в машине. Я их, например, случайно по радио где-то, ну или случайно где-то в ресторане слышу. Я стараюсь, если есть возможность, эти треки переключить, потому что на меня накрывает очень сильно. Есть ассоциативная песня с моей женой. А в эти дни, когда именно дата, связанная с днем рождения, годовщиной, я позволяю себе минутную слабость и не минутную, точнее, ну весь день. То есть я становлюсь максимально грустным и другим человеком в этот день. То есть те люди, которые находятся со мной, они знают, что я меняюсь. То есть я постоянно об этом думаю. Ну вот сейчас день интервью, ты видишь по мне, но ты меня не знаешь. Вот ты сейчас вот таким меня видишь. Вот я именно такой вот в дни трагедии. Когда приходится об этом говорить, вспоминать, еще что-то. То есть мне становится просто грустно. Папа! Скажи, я скучаю. Папа! Скажи, папа, я скучаю. Папа! А у тебя есть внутреннее желание пережить это горе? Или ты себе сказал, что как есть, так есть? Как оно идет, так пусть и есть. Я научился с этим жить. Я просто научился с этим жить и все. К этому невозможно привыкнуть. Я не знаю, есть такие люди, кто может к этому привыкнуть. Я не знаю. Но я не могу такого понять. Папочка, мы тебе желаем удачи. Пусть у тебя сегодня все получится. Без срывов. Я тебя очень люблю. Петя скажет, люблю тебя. Да, я тебя люблю. Я тебя не забуду, если я тебя люблю. Д р 90s. artят. Удачи. Я тебя люблю... Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok